Утренняя молитва Каласянам 1.27. Сегодня начинаем. Слава Богу! Слава Иисусу Христу! Аллилуйя! Приветствую всех братья и сестры, приветствую кто подключается уже, кто подключился. Доброе утро всем! Слава Богу! Приветствую всех именем Господнем, именем Иисуса Христа. Из послания к Каласянам 1.20. Христос вас, упование и слава. Сегодня об этом размышляю, сегодня молюсь, об этом и в молитве рассуждаю. Благоставляю всех вас, дорогие друзья, кто же подключился в этот утренний час. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Благословен Бог наш, всегда, ныне, пресна, во веки веков. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе! Царю небесный, утешителю, Дух истины, Ты, что везде пребываешь и все собою наполняешь, Сокровищница благ и жизни подателю, Ты пришел и вселился в нас, И очистил нас от всякой скверны, И Ты спас благой души наши. Святый Боже, святый крепкий, Святый бессмертный, хвала Тебе! Святый Боже, святый крепкий, Святый бессмертный, хвала Тебе! Святый Боже, святый крепкий, Святый бессмертный, хвала Тебе! Хвала Тебе и слава, наш Бог и Царь! Этим добрым утром обновилась милость Твоя, она обновляется постоянно. Боже, в Тебе постоянное обновление, в Тебе постоянная реформация, в Тебе постоянное это... О Боже, спасибо! Жизнь, жизнь бьет ключом, жизнь просто! В Тебе просто поток этой жизни, Господь, слава Тебе! Благодарю Тебя, Боже, всему будущему! Благодарю Тебя и благоставляю великое имя Твое, Боже, в этот утренний час. Боже, и утром, Боже, нам, людям проще вот это Твое обновление ощутить, это Твое обновление осознать, в это Твое обновление погружаться, Боже, прикасаться к вечности. И сегодняшним утром пусть, Господь, в судьбе каждого из нас это обновление, святое обновление произойдет. Слава Тебе, Господь! Спасибо, спасибо, спасибо! Спасибо, Боже, всемогущий! Благостави сегодня и хлебоприломление, причастие! Прими молитву нашу, Господь, сегодня, Боже, как фимиан, как этот ладан, благоухание такое, к престолу славы, Боже, всемогущий! Благоставен Ты! Благодарю Тебя, Господь! Благостави сегодня всех нас, Боже, благостави сегодня, Боже, Слово Твое, Боже, которое оживляет нас! Оно просто оживляет нас! Действительно оживляет! Действительно оживляет! Аллилуйя! Слава Тебе, Господь! Аллилуйя! Благодарю Тебя! Аминь! И Слово Божье, братья и сестры, которое, вот в самом начале я процитировал, Колоссянам 1.27, что Христос в вас упование и слава! Вот эта тайна для язычников, открывшаяся в народе Израиля, это таинство, оно постепенно раскрывалось, но с пришествием Ашиаха, с пришествием Христа, это таинство, оно раскрылось во всей полноте. Когда Бог явился во плоти, на этой земле, на этой планете, и страдавшейся планете, вся тварь, все творение, стена этой мучается, ожидая откровения Сынов Божьих. И это откровение начало раскрываться с пришествием Сына Божьего, как мы пишем с большой буквы, Сына Божьего. Мы все сыны Божьи по вере во Христа Иисуса, и да, сыны и дочери Божьи, дети Божьи, но есть Сын Божий, с большой буквы мы пишем Сын, имея в виду самого Машиаха, имея в виду самого Иешуа, Христа Иисуса, имея в виду Господа и Спасителя нашего. И действительно, Сын Божий явился во плоти, подобно человеку, как человек, жил как человек на этой земле. И вот это откровение, это таинство начало раскрываться два тысячелетия назад, просто с небывалой силой. Начало раскрываться все годы земного бытия Машиаха, три с половиной года его служения, раскрывалось это таинство. Начиная с ночи Рождества, с той ночи благостовенной, когда ангелы пели, что мир Божий, они пели и словословили Господа, воинство небесное, славило Бога Всемогущего, и что Божье благоволение к людям, они пели и хвалили Господа. Так что с момента прямо вот именно его пришествия с момента зачатия, и даже вот перед тем, уже явилась эта слава, стала являться. Я вот на днях тоже перечитывал как раз Евангел от Луки, Благовещение, когда ангел Гавриил пришел к Деве Марии, обрученной Иосифу, они были помолвлены, или обручение еще называется, обручение, помолвка, они еще не были мужем и женой, но уже были помолвлены, уже в принципе как бы дело шло к свадьбе. Вот, значит, и вот такая история. К этой девушке приходит ангел Гавриил и говорит, что она забеременеет и родит сына, ему нарекут имя Иешуа. Иегошуа, значит, Иегова Спаситель, или Спасение в Иегове, или Иегова Спасает, Яхве Спасает, Иегошуа, или просто сокращенно Иешуа, обычно мы это произносим еще, Иешуа, а так полностью Иегошуа. Вот, и в русском языке чаще всего звучит как Иисус, в английском Jesus, на арабском Иса, или Иса, Иса, да, Иса. Спасибо тебе, Господь, спасибо. Это таинство раскрывается, таинство, великое таинство. И пророк пророчества говорил, и Матфей это вспоминает в Евангелиях, что это все дозбудется лечебным пророком. Аллилуйя. То есть это все в исполнении библейских пророчеств, святых пророчеств, которое говорит, что назовут его Эммануэль. Эммануэль. Эль Бог. Эмману. Буквально внутри нас сущий Бог. Растворенный в нас сущий Бог, находящийся в нас. Хотя переводчики синодальные перевели в этом месте Эмману как с нами, можно и так перевести, но Эмману все-таки, есть слово другое с нами, если говорить с нами, еврейское слово другое есть, очень созвучное, похожее, но оно принципиально другое. Это Этану. Этану это буквально с нами. Поэтому если бы пророк сказал Божье слово именно как вот Этануэль, то да, это безусловно можно было бы перевести именно буквально так вот, именно с нами Бог. С нами Бог. Да, только так. Этануэль. Но там сказано у пророка именно Эммануэль. А это немного иное. А порой даже принципиально иное. Эммануэль это внутри нас сущий, съеденный, выпитый нами Бог. Как можно Бога съесть? Как можно Бога выпить? Наверное, переводчики, наверное, недоумевали. Ну, я так рассуждаю, чисто по-человечески. Хотя я думаю, что переводчики прекрасно понимали, отдавали себе отчет, что и отдают, что буквально надо переводить именно Эмману. Но есть религиозные политические рамки определенные. Вот. И, как бы, условности всевозможные. Хотя в других местах, да, вот, ну, Нового Завета дальше, по ходу Нового Завета все-таки говорится именно внутри нас. И вот Калосянам 1.27, что Христос вас, написан упование и слава, тайно открылась язычникам. Тайно открылась теперь ныне не только в еврейском народе через пророков, другие народы оказались, были в невежестве, да, хотя догадывались об этом таинстве, но, знаете ли, не было об этом откровения. Но с момента прихода Машиаха, с момента Рождества Христа, да, который, он стал Иисус Христос, Ишуа Машиах, он стал светом к просвещению всех народов. свет к просвещению всех народов, так о нем сказано было. Вот, мы на Средине вспоминаем об этом как раз. Вот, а дальше говорится, и слава народа своего Израиля. Слава народа своего Израиля. Аллилуйя. Слава тебе, Господь. Слава тебе, Господь. Ишуа Машиах. Ты действительно есть слава народа своего Израиля. Ты есть действительно свет к просвещению всех народов. Ты есть свет истинный, просвещающий всякого человека, приходящего в этот мир. Боже, ты был в этом мире, но мир тебя не узнал. Пришел своим, свои не приняли. Ну, не все, правда. Те, которые приняли, дал власть быть чадами Божьими, которые не просто родились от мам и пап своих, но родились от себя новым рождением. Спасибо, Господь, что это таинство продолжается по сей час, по сей день, по сей час. Действительно, это час. Время спасения. Спасибо. Прямо сейчас на нашей планете, на нашей земле, где-то каются люди, где-то обращаются к Богу, либо в стране восходящего солнца, где уже день уже. Вот в Японии мы говорим, да. Вот здесь вот парк Киото, под окнами парк Киото. Это как раз город Киото, это культурная столица Японии. Часто прогуливаюсь по этому парку. Я молюсь за Японию, молюсь за японский народ. Да, великий японский народ. Вот он великое Евангелие Иисуса Христа должен услышать обязательно и провозгласить по всей вселенной. Страна восходящего солнца должна явить свет Христа. Вот. Там много разных церквей, слава Богу. И сейчас, особенно сейчас, там баптистские миссии огромные. Я часто благоставляю Рика Уоррена, из Калифорнии, пастор. Святой человек, на самом деле. И вот его миссия трудится вот в Японии. И сам Рик Уоррен говорит, что миссионеры в Японии сейчас просто на расхват, потому что люди слушают Слово Божье. Вот. И принимают японцы Христа спасителем своим. Вот. Загораются любовью к Богу. Любовью к Израилю. Вообще у них, ну, такое духовное пробуждение. Слава Богу. И во всех народах. И в стране, как говорится, заходящего уже солнца, восходящего. И вообще по всей нашей планете. Пусть Господь Бог благостовит. Здесь сзади меня флаги всех стран, народов, разных идеологий, политик. Народы разные, политика разная, флаги разные. Но Господь Бог во Христе примирил Собою весь мир. Бог во Христе примирил Собою весь мир. Аллилуйя. Слава Тебе, Господь. Спасибо, Боже, что Ты Бог великий. Возлюбивший этот мир. И отдал Ты Сына Сверху за то, Боже. За наше спасение. За каждого из нас. Миллиарды людей, Господь Боже. Боже, да познаю Тебя ныне. И Тобой посланного Иисуса Христа допримут эту жизнь вечную. Спасибо тебе, Господь. Братья и сестры, Христос в нас. И Эммануэль, я говорил тоже как на примере. Тоже на примере. Уже говорил не раз. Те, кто уже знают. Хочу напомнить. Те, кто не знает, хочу сказать. Вот, к примеру, у меня есть вода. Просто питьевая вода. Вот. И вода на иврите как? Маин, да? На еврейском языке. В библейском языке. Маин. Допустим, Небеса Шэм Маин, да? То есть, как бы, имя воды. Ну, имеется в виду Баруха Шэм, благословенное имя, дающее воду. Вот, значит, одна из расшифровок. Вот, значит, Шэм Маин, да. Вот, а это вода Маин, Маин. И вот, значит, и вода, которая вот в бутылочке, допустим, здесь вот. Моршинская. Да, значит, да. Это, значит, вода Этану Маин. Ну, так можно. Для простоты сказать. Вот, но когда я пью ее, ваше здоровье, вот эта вода, которая во мне уже, она растворяется, расходится по мне сейчас. Она частью меня становится, а я частью ее становлюсь. Очень приятное ощущение. Слава Богу за воду. Ну, все-таки много прекрасных напитков, но лучше воды ничего нельзя придумать. Вот. Удивительно. Простота, святая простота. Святая простота. Просто вода. И самый замечательный напиток на земле. И весь мир был написан в Библии. Создан водой. Ну, и погиб водой. Первый мир. Вот. Вот. Так что я тоже из воды состою, как и вы. Вот. Господа. Ну, вот вода, которая во мне сейчас, она, она разливается по мне, она частью меня становится. Я частью ее становлюсь. Вот, по отношению к этой воде, я уже не могу сказать Этану Маин. Хм. Хм. А это уже Эману. Эману Маин. Поэтому Эману Эль – это съеденный, выпитый Бог. Машех сказал слова, которые просто-напросто даже, ну, не налазили на головы людей. Которые просто не вмещались. Эм. 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 жизни в нас, вот, и некоторые, да, что мы обиделись, хотя Иисус предупреждал ведь, что то, что я говорю, это есть дух и жизнь, но предупреждание предупреждаю, все равно люди вот так порой из контекста вырывают, вот, и тоже тогда так же поступили люди многие, и даже ушли от Иисуса, ученики Его многие, вот, даже об этом видят некоторые проповедники, такое роковое совпадение, это, кстати, Библия в Новом Завете, это шестая глава, да, Евангелие Атеана, 66 стих, и поэтому некоторые видят в этом апокалипсическое число человеческое, 6, 6, 6, 6 глава, 66 стих, Евангелие Атеана, когда, значит, многие ученики ушли, Божьи не ходили с ним, все, вот, ну, смех смехом, а в этом что-то есть, число человеческое, действительно, знаете, вот, чисто по-человечески Иисуса не понять, вообще Библию не понять, чисто по-человечески это, знаете ли, очень странная книга, и вообще, Бога не понять по-человечески, только по-божьей можно понять, и Божье Слово, вот, только по-божьей можно понять, вот, реально, я с этим сталкивался и сталкиваюсь, убеждался и убеждаюсь, вот, как говорится, паки и паки, снова и снова. Благодарю Бога Всемогущего, и благодарю Бога за то, что Он открывает нам ум к уразумению Писаний, Духом Святым Своим, и молюсь сейчас Бога Всемогущего, чтобы каждый, кто подключился, или потом записи будет смотреть, и я вижу, что многие потом уже в записи смотрят, вот, потому что я начинаю, может, рановато для многих в 6 утра, в киевском времени, и иерусалимскому тоже время, то же самое время, вот, включаю, значит, трансляцию с утренней молитвы, делюсь немного словом, какими-то переживаниями, какими-то свидетельствами, молюсь, благословляю и совершаю хлебопреломление, и для меня это таинство всех таинств, и для меня это жизнь, да, и вот здесь у меня приготовлен уже сок, плод, плод виноградной лозы, такая простейшая простейшая, остатки хавы, шабатные, беру хлеб каждое утро, бывает и вечером, бывает и днем, не раз в день, размышляю, когда есть возможность, я слышу часто причастие, размышляя о теле и крови Иисуса Христа, размышляя о великом действительно таинстве, Христос в нас, упование, слава, возьмите, налейте себе тоже плода виноградной лозы, как говорится, да, соку налейте, возьмите себе хлебушка, значит, если нет сока, то компот какой-то там пойдет, так что, даже просто воды, я рекомендую обычно, налейте себе воды и возьмите себе хлеб, хоть даже ржавного, не важно какого, вот, потому что не качество вина или хлеба, причастия Евхаристия, а качество нашей веры, нашего рассуждения, нашего размышления, и причастие, я напоминаю об этом, что совершается не просто устами, не просто входит в нас, то, что входит в нас, мы, что мы едим, да, оно не может нас не осквернить и не может нас не осветить, соответственно, но, 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 дамы и господа, то, что мы принимаем причастие, оно здесь и здесь, в сердце, в сердце и в разуме, разум и сердце, разумно мы соглашаемся, принимаем, что да, я разумом своим сейчас принимаю, паки и паки, снова и снова, да, уже больше 30 лет я являюсь православным церковнослужителем, и я, значит, каждый раз разумом соглашаюсь, да, что Бог любит меня, и Он отдал свою жизнь за меня, Иисус Христос пролил свою кровь за меня, я принимаю причастие, тело и кровь Иисуса Христа, но есть и сердце, словами это очень трудно передать, почти невозможно, это любовь, это взаимоотношения, это Бог, поселяющийся внутри нас, и как бы разум, как бы это как дверь открывает для, значит, действия этой благодати, а сердце принимает, вот, как, например, в комнате есть дверь, да, я зашел в дверь, и вот сама комната, вот, как бы, это как дверь ума, сердце, душа наша, да, вот, дух наш, это как вот уже комнаты определенные, вот, да, нефиш, да, вот, душа на Еврисе, да, значит, вот, и злой начало, вот, хорошее начало, вот, значит, доброе начало, и действительно интересно, ну, как обычно в христианстве называем первородным грехом, вот, и вот есть благодать Божья, я причастие совершаю физически, физиологически сейчас физически, я ем хлеб и пью сок, но духовно это есть тело и кровь Иисуса Христа, и я молюсь об этом сейчас, прямо сейчас, вместе с вами, возьмите сейчас воды или сока, возьмите хлеба, и помолимся, друзья, помолимся, давайте скажем так, Бог Святой, Отец мой Небесный, благодарю Тебя за Твою любовь, Ты возлюбил мир и отдал Сына Своего за нас, чтобы всякий верующий в Тебя не погиб, но имел жизнь вечную, Иисус Христос, Сын Бога Живого, Ты умер на кресте за меня и за всех нас, Иисус Христос, Ты пролил Свой кровь за меня, за мои грехи, болезни, немощи, взял на Себя мои грехи, болезни, немощи, и ранами Твоими я исцелен, благодарю Тебя, Господь, благодарю Тебя за полное прощение, принятие, за отсутствие всякого осуждения, никакого нет осуждения тем, кто во Христе Иисусе, Боже, я благодарю Тебя, я в Тебе, и нет никакого осуждения, я благодарю Тебя за добрую совесть, спасибо, Господь, спасибо, за полное прощение, исцеление, благословение Твое, спасибо, за таинство сие, благодарю Тебя, за тело и кровь Твои, благословен Бог наш, Царь Вселенной, давший нам хлеб из земли, и мы говорим все Аминь, благословен Бог наш, Царь Вселенной, давший нам плод виноградной лозы, и мы все говорим Аминь, Аллилуйя, Тело Христово примите, братья и сестры, источника бессмертия вкусите, Аминь, Аминь Баллуйя, 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 Баллуйя Благодарю тебя, Господь, за жизнь вечную, за спасение. Иисус, Иешуа, мы с тобой налихаем, наливаем, поднимаем, благодарим. Божественная Евхаристия совершается. Налихаем, Иешуа, Иешуа, Иисус Христос. Спасибо. Кровь Христа, чистого и непорочного Агнца, избавление, спасение для всех. Моя жизнь вечная, бесконечная, счастливая, пресчастливая, исцеление, освобождение, все благословение небес через кровь Иисуса Христа. Аминь. Аллинуя. 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 Благодарю тебя, Господь. Слава тебе, Святой. Слава тебе, великий Бог наш. Слава тебе. Благодарю тебя. Твоя жизнь во мне. И, Господь, и я паки и паки, снова и снова принимаю эту благодать божественную. Глубже ты погружаешься все глубже и глубже в меня, я в тебя погружаюсь, Господь. Совершается это баптизу, совершается великое таинство, о котором сказано было в пророках. И в Евангелии от Матфея, как говорится, как исполнение наступило тогда, 2000 лет назад уже. И на протяжении двух тысячелетий, Господи, раскрывается это великое таинство, Христос в нас, упование славы, Бог в нас, упование славы. Не просто с нами Бог, не просто Бог рядом, а внутри нас сущий Бог, слава тебе, Господь, съеденный, выпитый нами. Да, да, мы действительно съели и выпили тебя, Господь. Я съел и выпил тебя, Господь. Благодарю тебя, Божий всемогущий, Агнец, от века закланный. Благодарю тебя за жизнь вечную, за спасение, дар твой, Божий, за то, что нет никакого осуждения теперь мне. Я во Христе, Христос во мне, спасибо тебе, Бог мой святой, Отец мой небесный. Благодарю тебя, Господь, за Господа моего, брата моего, искупителя моего, целителя моего, Иисуса Христа. Благодарю тебя за Духа Святого, дар твой святой. Благодарю тебя за добого познания, что я познаю тебя, а ты познаешь меня. Спасибо тебе, Господь. И печать это, и познал Господь своих. Боже, благодарность тебе, Господь, за это чудо. Слава тебе, слава тебе, Господь, слава тебе. Благодарю тебя. Аллилуйя. За Голгофу, за кровь, я тебя благодарю. За воскресенье твое, за победу твою, за жизнь вечную, бесконечную, жизнь счастливую, пресчастливую. Благодарю тебя, Отец мой, Бог мой, Иегова, Бог Авраама, Исаака, Якова, творец неба и земли всего видимого, невидимого. Благодарю тебя, Благодарю тебя, Отец мой, Бог мой, Благодарю тебя. Благодарю за все тебя, мой Царь. За все я благодарю, за все я благодарю, за Иисуса Христа, Агнца твоего, Агнца твоего, и Святого Духа, Утешителя. Благодарю тебя, Благодарю тебя за все, Благодарю, Отец мой, Бог и Царь мой, Благодарю тебя за все. Твой сын, Сергей, Благодарю тебя сегодня. Твои сыновья и дочери по всей планете нашей, всех стран, народов, на всех континентах, на разных языках, разного цвета кожи, разных ценностей буду благодаря тебя сегодня. На нашей истрадавшейся планете пусть ко всем сынам твоим и дочерям твоим приходят больше и больше, глубже и глубже это откровение, потому что вся тварь, все творение, весь растительный мир, животный мир, а наипаче человеческий мир страдает, плачет, нуждается, стянает и мучается, ожидая откровения нашего от тебя. Пусть это откровение глубже и глубже приходит, а по оправданию, служение оправдания. Ты, Бог, во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам служение, примирение. Слава тебе, Господь! Благословляю вас, братья и сестры. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да призвит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь. И пусть благодать Господа нашего, Иисуса Христа, любовь Бога, Отца и общения Святого Духа пребудет со всеми нами. Аминь. Благословляю вас, дорогие друзья, братья и сестры мои, сыны и дочери Божьи. Благословляю всех вас. И то, с чего начинал место исписания священного, этим же местом я хочу исписания фрагментом, и завершить, Колоссянам 1, 27, Христос вас, упование, слава. Аминь. Спасибо тебе Боже. Сейчас буду уже выезжать, уже сейчас у нас служение в 9 утра здесь в Киеве. Если кто в Киеве, утром и вы свободны, приезжайте на служение в гости. Вот. Станция Кловская, улица Ненида Первомайского, 6, Ждос, через проходную, и на четвертый этаж, кругом, как обычно, кто знает. Вот. И отец Алексей Прошак, наш благочинный, он как раз проводил служение, он, собственно, и настоятелем является этой церкви. Вот. Любовь Давидовна Кушнир, она проводила служение вчера на Вереснева 24, значит, в каплице, в храме каплице святого Иосифа. Вот. Там она проводила служение, храм-часовня святого Иосифа. Вот. Тоже с 9 утра. Вот. И следующую субботу она же будет, я думаю, проводить. Вот. Ну, посмотрим там уже. Пусть Бог благословит вас всех. Да. Ну, и анонсом слушайте радио Эммануил, светлое радио, очень люблю это радио, и в этот четверг я буду там на радио в прямом эфире. Жду ваших вопросов о семье, о воспитании, о семье, муж, жена, дети, внуки. Вот. Ну, я думаю, в таком ключе будет как раз о Божьем устройстве в семье. Вот. Очень тема такая для меня самого очень такая непростая, очень непростая. Я хочу свидетельствовать, хочу молиться тоже в этот четверг, да, 6 сентября будет, по-моему. Значит, и получается, ну, да, 7 сентября уже 2 сентября. Вот. И следующий четверг, 13-го, тоже, по-моему, будет продолжение даже тоже о семье. Ну, этот четверг точно, я знаю, что предупредили о семье, значит, о детях, о жене расскажу, о детях, вообще о Божьих принципах воспитания, старых, добрых, Божьих, библейских, еврейских принципах. Пусть Бог благословит, битва все. Благословляю свою семью сейчас, благословляю также свою жену драгоценную, ину Сергеевну, благословляю детишек наших, внуков, благословляю всех во имя Иисуса Христа, ваши дома, родных и ближних благословляю, благословляю Израиль. Кто еще не отключился еще, еще пару минут задержусь, помолимся, тоже я хочу спеть благословение сейчас тоже на Израиль, на Иерусалим, хотя я сейчас в Киеве, у нас в церкви, здесь в нашей киевской фрископии, бываю в Киеве, вот, часто у себя в церкви, но в России, Белоруссии, там, Молдове, Грузии, где бы я ни был, вот, знаете, вот все эти годы, мое сердце бьется не здесь, да, я здесь, как бы, да, я здесь нахожусь, я молюсь, слава Богу, но мое сердце бьется там, в Израиле, мое сердце бьется там, в Иерусалиме, я даже знаю, где оно бьется, в той самой стене, ну, не физически, конечно, опять-таки, слова эти, которые говорю сейчас, на самом деле, слова духа и жизнь, а не просто плоть, сердце бьется там, в той стене, которую мы обычно в русском языке произносим, как стена плача, стена вопля, стена молитвы, молитвенная стена, вот, я даже вчера поделился так переживанием, что хочу, у нас сейчас нет своего храма, вот, значит, арендованные помещения, все, значит, но если будет храм, чтобы одна из стен, по крайней мере, вот, а там может быть и больше, но одна, чтобы одна из стен была вот стеной такой молитвы, вот, сделана вот, как бы, один в один, как вот она вот там в Израиле, в Иерусалиме, где все евреи, да и неевреи многие, приходят помолиться, вот, записочки в пару, чтобы тоже были щели такие для этих записочек, чтобы вот люди могли туда их направлять, вот, и тоже читать не будем, как вот в еврейской традиции принято, правильно вообще даже, потому что это записки Богу всемогущему, вот, и там перед Новым годом, как раз вот сейчас вот, в эти дни, значит, и перед Пасхой два раза в году из стены достаются все эти записки, и все это придается, будем так говорить, погребанию этой записки, потому что это записки Богу, вот, и я вчера показывал записки, которые привез, принес со служения вчерашнего, был здесь в церкви, в Киеве, исцеление народа, да, слава Богу, помолился за этих людей, здесь в сборнике Псалмос Пивы, в конце есть на русском языке песни, Я песнь пою тебе, Иерусалим, молюсь за мир тебе, Иерусалим, храни Господь тебя, Иерусалим, да будет мир тебе, Иерусалим, шалом, шалом, Иерусалим, шалом, шалом, да будет мир тебе, Иерусалим, прошу я, мир тебе, Иерусалим, пусть мир прибудет стель среди стен твоих, любви и песен радостных родник, да будет мир тебе, Иерусалим, шалом, шалом, Иерусалим, шалом, шалом, да будет мир тебе, Иерусалим, шалом, шалом, Иерусалим, шалом, шалом, да будет мир тебе, Иерусалим, ну как забыть тебя, Иерусалим, нельзя забыть тебя, Иерусалим, я помню о тебе, Иерусалим, хвалу тебе, пою, Иерусалим, шалом, шалом, Иерусалим, шалом, шалом, да будет мир тебе, Иерусалим, шалом, шалом, Иерусалим, шалом, шалом, да будет мир тебе, Иерусалим, Боже, благостави, Господь, Иерусалим, благостави, Господь, Иерусалим, столицу возрожденного еврейского государства Израиля, Боже, благодарю Тебя, что этот год 2018, это год 70-летия возрождения государства Израиля, благодарю Тебя за эти два важнейших геополитических чудо нашего времени, возрождение Израиля и возрождение Иерусалима, как еврейской столицы, Благодарю Тебя, что Слово Твое пребывает вовек И оно действительно исполняется Ради чего оно было пострано И оно тщетно не остается никогда Слово Твое, оно острее всякого меча обоюда острого Оно действительно совершает чудо Слово Твое живое Боже, я знаю, как и миллионы-миллионы верующих по всей земле Что Слово Твое, это не просто даже Слово Высказанное, это Слово живое Это есть личность, весь Сын Твой И Иисус Христос Тот, кто есть действительно свет просвещения всех народов И слава народа своего Израиля Слава Тебе, Господь Боже Всемогущий, благослови Иисус Христос Иисус Христос Господа и Спасителя Иисус Христос Иисус Христос Господа Господствующих Во имя Света Твоего Просвещающего всякого человека Приходящего в этот мир Во имя Агнца От века закланного И нет другого имени Братья и сестры под небом Данного нам Человеком Которым надлежало нам спастись Которым я спасен Которым спасены Которым спасаемся Которым спасаются миллионы и миллионы душ на этой земле Слава, слава, слава Богу Всевышнего Шалом Шесть часов вечера, не забывайте подключаться